Динамичное развитие чайной отрасли создает возможности для трудоустройства и заработка, способствуя устойчивому развитию сельских районов разных стран. Об этом заявил постоянный представитель КНР при ООН Жан-Дзюнь, выступая на семинаре под названием «Волшебный лист – экологичное чаепитие». По словам китайского дипломата, со времен древнего шелкового пути чай связывает различные цивилизации. В сегодняшнем непростом мире мы надеемся, что чай станет средством для содействия международным обменом и сотрудничеству, укрепления взаимного доверия между разными цивилизациями и народами, а также для реализации гармоничного сосуществования всех народов. Мы также надеемся, что чай станет способом для установления дружественных отношений, совместного развития и углубления партнерства, благодаря чему мы сможем добиться общего развития и построить светлое будущее. Выступая на семинаре, главный экономист продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН Максима Тореро назвал чаепитие важной традицией, которая объединяет людей. Он призвал международное сообщество использовать экономическую ценность чая для продвижения повестки дня в области устойчивого развития до 2030 года. В тот же день Министерство культуры и туризма КНР и постоянное представительство Китая при ООН организовали выставку под названием «Чай и Поднебесная», которую посетили сотни гостей, в том числе заместитель генсека ООН Атулк Хари. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...